Друзья, всем привет! Приехали в жилой комплекс Холланд Парк, закончили этап инженерного ремонта и в этом видео покажу вам, что у нас получилось. Работы мы начали, естественно, с подготовительных. Закрыли окна пленкой, сделали временное освещение и закрыли места общего пользования при помощи арголита и линолеума. Далее начинаем возводить перегородки. Используем материал газобетонный блок толщиной 100 мм. В редких случаях используем 50, 75, 150, а также 200 мм. И, кстати, в этом проекте у нас есть одна стена, где мы использовали блок толщиной 20 см. При возведении стен важно учитывать геометрию помещения и в наших проектах. Мы акцентируем на это внимание. Это очень важно при укладке чистового покрытия, чтобы у вас не было никаких подрезок чистового материала. Важно соблюдать параллельность стен и углы 90 градусов. Следующий важный момент, на который стоит обратить внимание, это при возведении перегородок мы не доводим кладку до самого потолка. Оставляем 2-3 см, так называемый демпферный зазор, и заполняем его при помощи монтажной пены. Это делается для того, чтобы ваше плитоперекрытие не давило на ваши стены. Когда ваш сосед сделает ремонт, сделает стяжку, плитоперекрытие может просесть на несколько миллиметров, и она будет давить на вашу стену, вследствие чего могут появиться трещины. Чтобы этого избежать, оставляйте зазор и заполняйте его монтажной пеной. И вот ваши стены готовы, приступаем к механизированной штукатурке. У нас 8 штукатурных станций, на всех объектах мы делаем механизированную штукатурку. Во-первых, это быстрее, во-вторых, это позволяет избежать человеческого фактора, потому что если мы штукатурим ручным способом, то смесь замешивает мастер, добавил больше воды, меньше, мы не узнаем. А так смесь замешивает машина, и у вас на каждом квадратнометре штукатурки одинаковые тактико-технические характеристики. В санузлах и ванных комнатах мы используем влагостойкую штукатурку, а во всех остальных помещениях у нас идет классическая гипсовая. В ванных комнатах и санузлах у нас везде углы 90 градусов, во всех остальных помещениях по проекту, как предусмотрено, параллели и углы 90 градусов. И на этапе механизированной штукатурки мы уже финально делаем геометрию всей квартиры. После того, как штукатурка сделана, даем ей отдохнуть 5-7 дней в зависимости от толщины слоя. Вся влага должна выйти, штукатурка должна набрать прочность. Приступаем к монтажу черновой сантехники. Это у нас и замена отопления, прокладка водоснабжения, а также монтаж канализации. Вот такой водомерный узел мы собрали для нашего заказчика. Здесь у нас водные краны, система защиты от протечек, редуктора давления, фильтра тонкой очистки, магистральные фильтра. Здесь у нас коллектор отопления, подача и обратка, а также коллектора водоснабжения. Здесь у нас холодная вода, а здесь горячая. И также смонтировали систему инсталляции. Теперь по производителям. Инсталляция у нас от производителя ТС, труба у нас РИХАО, коллектора, фар, а также редуктор и фильтра тонкой очистки тоже от аналогичного производителя. Еще не забываем ставить компенсатор гидроудара на горячую и холодную воду. Это обязательный элемент, который необходим для вашей инженерной системы. Еще пару слов по поводу отопления. Если ваши приборы отопления не приехали, а ремонт делать нужно, то оставляем вот такую петлю, оставляем кусок пола, где не делаем стяжку. И после того, как приборы отопления к вам приезжают, вы их монтируете, подключаете и доливаете стяжку вот в этом месте. То есть ваши приборы отопления не будут задерживать весь ремонт. И как только мы сделали с вами систему отопления и водоснабжения, приступаем к устройству пола сухой стяжки. И здесь очень важно соблюсти высоты. В проекте я показывал, как мы сдаем высоты для разных участков стяжки. Это все делается для того, чтобы при устройстве часового покрытия вам не нужно было подливать номерным полом, тратить на это деньги, на материал и на работу. То есть вы можете видеть, что пол в коридоре ниже, чем сделан в комнате. И в этой комнате аналогично уровень пола выше, потому что здесь у нас будет керамогранит. И здесь требуется стяжка ниже уровнем, чем в остальных помещениях. И чтобы ваше основание набрало максимально заданную прочность, необходимо проливать водой стяжку в течение недели. Приходите с утра, поднимаете пленку, проливаете водой и накрываете пленкой обратно. Закончили стяжку и приступаем к электромонтажным работам. Вот такой электрический щиток мы собрали на квартиру площадью 120 квадратных метров. Электрику мы делаем по потолку серой ПВХ гофре. Гофра Эклипсы у нас от производителя ДКС. Кабель на розетке у нас идет сечением 3х2,5. На освещение 3х1,5. Кабель производитель Конкорд. На данный момент это оптимальное соотношение цены и качества. И естественно все это мы делаем вот так красиво, чтобы глаза радовались. Очень важный момент при монтаже черновой электрики. Штробы должны быть строго вертикальными. Сейчас вы штробы видите спустя месяц, когда будет сделана малярка, все стены будут белые. И вы уже забудете как у вас проходит штроба и где положен кабель. Здесь все логически понятно. Есть подрозетники и кабель идет строго вверх. И при монтаже картины, либо каких-то других элементов, вы никогда не попадете в кабель. Также на этапе инженерного ремонта обязательно необходимо сделать систему вентиляции. Про нее всегда забывают и начинают ее делать тогда, когда начинают монтировать потолок. Поэтому желательно об этом позаботиться на этапе инженерного ремонта. Еще важный момент, когда смонтировали электрику, покупаете самые дешевые розетки и выключатели, монтируете их и проверяете, как у вас работает вся электрическая цепь в вашей квартире. То есть на этом этапе можно понять, как у вас идет организация освещения, сместить какой-то выключатель влево, вправо, как вам, чтобы было удобнее и сподручнее. Потом это сделать тоже можно, но будет дороже и дольше. И финальный элемент инженерного ремонта – это трассы кондиционирования. Вот вы можете видеть по потолку идет труба в черной изоляции. Это у нас кондиционирование. Здесь у нас сделано место под помку. Вот оно закрыто при помощи скотча. И сделаны выводы под кондиционер. И так в каждом помещении. Об этом тоже стоит позаботиться на этапе инженерного ремонта, потому что потом это будет проблематично. Вот такой проект у нас получился. Все ваши вопросы пишите, пожалуйста, в комментариях, либо по номеру WhatsApp, который я оставлю в описании к данному видео. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok